Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперты, с вами я, Антон Хатунцев. Мне часто звонят на мобильный телефон, задают вопросы по моей сфере деятельности. Звонят и конкуренты, звонят клиенты, звонят люди, которые хотят этим заняться. И я решил сделать отдельную рубрику «Вопросы и ответы». В этой рубрике вы можете писать в комментариях, задавать вопросы, и на эти вопросы я буду отвечать. И сегодня у нас такой первый выпуск, он будет более такой подробный, раскрытый. Я расскажу, вернее, я вам дам более такие раскрытые ответы. Начинаем. Первый вопрос. Какая связка, трактор и мульчер наиболее оптимальны для расчистки лэб и нефтепроводов? Ответ. Так как у меня опыт именно есть с тракторами ВАЛТРА, отвечаю. Трактор ВАЛТРА Т-193, ВАЛТРА Т-2034 с мульчером СЭПИ. Это, значит, что касаемо Центрального федерального округа. Если касается других, там, сибирских округов, я так слышал, что там очень заболоченные места, и лучше использовать болотоходную технику, с которой я не работал, и, в принципе, опыта у меня нет. Дальше. Вопрос номер два. Интересует техника. Как относишься к мульчерам на базе Т-150 или МТЗ? Отвечаю. Для работы подойдет любой перечисленный трактор и мульчер Ашви или СЭПИ. Для зарабатывания денег рекомендую работать в паре на тракторах, проверенных временем. Такие модели, как ВАЛТРА Т-191, Т-193, Т-2034 и мульчер СЭПИ или Ашви. Ребят, если вы хотите делать объемы, то объемы делаются хорошие на новой технике с хорошим мульчером. По своим возможностям, по своим финансам смотрите. Вопрос номер три. У вас часто меняются рабочие и рабочих набираете только своих? Ответ. Нет, рабочие меняются очень редко. Рабочих набираем чужих с опытом работы. У нас рабочие, кто-то был раньше водителем, работал, мы занимались строительным бизнесом, занимались перевозками. Кто-то работал грузчиком, кто-то работал механизатором, кто-то работал сварщиком. Наши специалисты уже работают, кто-то по 5 лет, кто-то по 6 лет, кто-то по 10 лет. Каких-то специалистов мы переобучили, а какие-то остаются работать в той нише, в которой мы изначально начинали. А так, в принципе, набираем людей с опытом, перебираем очень хорошо, ищем из регионов люди приезжают, то есть работают вахтовым методом. Четвертый вопрос. Интересно, какие секреты надо знать, чтобы от «Газпрома» брать заказы? Чтобы работать с «Газпромом», с «Газпромэнерго», «Газпромтрансгаз» и другими дочерними предприятиями, нужно иметь, первое, это важно, опыт работы с госкорпорациями. Нужно иметь специалистов обученных, нужно иметь спецтехнику, то есть нанимать, допустим, если вы хотите взять работу и нанимать постоянно субподрядчиков, то это не канает, надо иметь свою спецтехнику, иметь такой запас, хороший потенциал, нужно обладать ресурсами, специалисты, люди, и быть более активными, чем ваши конкуренты. Активничать, общаться, вызванивать, рекламироваться, то есть быть везде. Следующий вопрос. Расскажите о своих самых интересных и крупных проектах. Хороший вопрос. Сейчас я подготовился, я прям подрасписал. Давайте расскажу, начну с интересного кейса. Интересный кейс, значит, с компанией «Росатом». Года три назад были сильные ледяные дожди. В Сергиевом посаде на предприятии «Росатом», точнее «Радон» были облеплены льдом и наклонены под сильный наклон, хрустели, ломались березы. Это порядком 500 деревьев, в тот момент насчитывали, там чуть больше 500 деревьев. Мы выполняли работы по выпиловке аварийных деревьев. То есть были переломаны, были наклонены, они представляли серьезную опасность. Работа выполнялась методом промышленного альпинизма. Помимо ручной выпиловки на этом предприятии, деревья выпиливались механизированным способом, с применением автогидроподъемника. Этот объект интересен тем, что там высокий был уровень сложности, опасности. Были линии электропередач, заборы, крыши, теплотрассы. Объект был режимным, нужно было делать пропуска, нужно было составлять список инструментов, которые мы завозим, вывозим. Сжатый график работы, применялись различные инструменты, то есть облегченные бензопилы. Помимо выпиловки нам нужно было эти деревья переработать в щепу и вывезти с территории заказчика. А это тоже не так все легко. Нужно было организовать заезд, контроль автомобилей, погрузка. Потом выезд, проверка этих автомобилей, чтобы все было на высшем уровне. Уборка щепы. Так, мы с этой работой справились в кратчайшие сроки. Наши заказчики остались довольны. Поехали дальше. Интересный кейс. Кронирование деревьев и вырубка кустарниковой растительности в полосе отвода на предприятии, относящемуся к группе металлоинвест. А именно, Оскольский электрометаллургический комбинат. Объект был интересен своим масштабом. То есть, это предприятие, если его посмотреть с воздуха, или даже можете зайти на сайт, это Оскольский электрометаллургический комбинат. Этот завод, он как территория какого-то такого небольшого города. Там по территории ездят технические автомобили, ездят автобусы, ездит спецтехника. На этом объекте было интересно чем? Тем, что также был очень высокий уровень сложности. Мы, значит, на этом объекте кронировали деревья. Эти деревья находились в таких местах, в которые не подъехать ни автовышки, не подъехать никакой спецтехники. Приходилось делать все ручным способом. То есть, деревья кронировались, каждая веточка опускалась. Были такие помехи, как линии электропередач. Были также здания, крыши, водосточные системы. Это все можно было повредить. И нужно было работать очень аккуратно. На этом же предприятии мы расчищали полосу отвода железных дорог. На этом предприятии мы расчищали полосу отвода на теплотрассе. Были сложности такие, как запустить машину для вывоза порубочных остатков. Потом эту машину нужно было также организовать, вывезти. То есть, ее проверяли, чтобы она... Изначально, когда заезжает машина, она взвешивалась. Потом мы ее грузили, ее взвешивали. Ну, проверяли на соответствие груза. Ее проверяли, залазили в кузов, чтобы ничего не вывезли лишнего. Нужно было также делать всем заранее пропуска. Нужно было составлять перечетную ведомость с инструментами. Ну, такой интересный объект. И, как бы, мы приобрели огромный опыт работы с такими крупными предприятиями. Так, едем дальше. Интересный кейс с компанией «Газпром Энерго» и «Газпром Трансгаз». Чем этот проект интересен? Значит, работа интересна тем, что работы выполнялись полностью механизировано. С применением мульчерной спецтехники приходилось работать в разных категориях ландшафта и объезжать такие препятствия, как реки, овраги и болота. Эти объекты интересны реально тем, что работали только спецтехникой. Никаких пильщиков, никаких ручных работ, никаких бензопил, а вот именно механизированная работа. Объекты интересные, также режимные, с графиком работы. Вопрос был про интересные кейсы и про крупные. Ну, давайте расскажу немножко про крупные. Крупный кейс, допустим, крупный кейс с компанией «Мираторг». Расчистка заросших лихоз полей. Работа с компанией «Мираторг» – такой масштабный, прям крупный и интересный в том числе проект. На протяжении шести месяцев работали в круглосуточном режиме. У нас работало 15 единиц техники. Это значит гусеничные мульчеры, колесные мульчеры. Это значит фронтальные погрузчики. Мульчеры мощностью 200 лошадиных сил. Мульчеры мощностью 300 лошадиных сил. Пильщики, переоборудованные маленькие трактора. Задача была выкорчевать земли, расчистить, подготовить эти земли под дискование. Для того, чтобы далее на этих полях высаживалась многолетняя трава для развода крупнорогатого скота. Этот проект интересен тем, что мы столкнулись со всеми сложностями, которые могут быть. Это линии электропередач, это болотистая местность, это переезды. То есть уперлись в речку, нужно всю технику перегонять на другое место. Это снег, зимний покров, работа в зимний период, это мороз, это значит оттепель грязь, техника начинала тонуть. Это значит ремонт в полевых условиях, это базировка в полевых условиях. Нам нужно было полностью приспособиться, иметь все необходимое для работы в полевых условиях. То есть нам нужно было организовать доставку топлива до объекта, нам нужно было придумать, как мы будем работать в режиме, когда нет сотовой связи. Вот это, кстати, интересный вопрос, мы его решили, мы купили рации дальнего действия. Нам нужно было решить контроль над спецтехникой. То есть у нас на каждой спецтехнике стоит глонасс. И так как сотовая связь не брала в этих местах, мы поменяли оператора, как мы это решили, вопрос. Мы поменяли оператора и поставили глонасс с тремя сим-картами. И то есть в принципе не было таких моментов, когда одна сим-карта не берет, и у нас нет контроля над техникой. У нас другая, допустим, Мегафон, Билайн, Теледва, и какая-нибудь из этих связей постоянно берет. Мы видим, когда у нас техника заправляется, мы видим, какой расход техники, мы видим, какие объемы техника делает. То есть это все у нас было подконтрольно. Мы закупились хорошими, мощными кусторезами, такими как Штиль ФС-450. Мы, значит, переоборудовали маленькие трактора, сделали на них грабли для того, чтобы можно было собирать механизированные порубочные остатки. Сделали на гусеничный бульдозер хороший отвал. Снизу были клыки, сверху на отвале большой такой щит для толкания деревьев. Приобрели огромный опыт. Сделали около тысячи гектар земель, освободили, на которых сейчас уже растет трава. Так, едем дальше. Крупный кейс с компанией Россети. Ну, этот кейс сейчас в работе. Этот кейс очень интересный. Он, значит, имеет также все уровни сложности. То есть это и расширение с линиями электропередач, это снятие, благовременная договоренность и снятие линий электропередач. Это, значит, механизированная уборка, это ручная уборка, это химическая расчистка линий электропередач. Получается, мы обслуживаем полностью всю Тульскую область. Также с компанией Россети, допустим, в Ивановской области мы столкнулись. Там очень интересные моменты. Мы работаем в заболоченных местах. Также все уровни сложности. Это линии электропередач, болота, речки, камни, полевые поломки, полевые ремонты. Ребят, на этом наша рубрика вопрос-ответа заканчивается. Я думаю, она вам понравилась. Для того, чтобы она дальше двигалась, вам нужно задавать вопросы, пишите их в комментариях. Я буду на них отвечать. Подписываемся на наш канал. Ставим лося вверх. Обязательно уведомительный колокольчик и репост в социальные сети. И обязательно расскажите своим друзьям о нашем канале. До новых встреч, ребят!